Друзья, приветствую на нашем канале. Мы, как видите, на заднем плане завершили фундамент. Друзья, вот пирог нашего фундамента снизу вверх начинается с бетонной подготовки 10 сантиметров. На нем смонтирована монолитная подушка 30 сантиметров высотой, ширину метр. Смонтирована монолитная лента 60 сантиметров. И на нем, получается, сармирована вся площадь плиты с выпусками ленты и залитой монолитным бетоном 12-15 сантиметров армирования в один слой, ячейками 20 на 20. Значит, сделана гидроизоляция, два слоя здесь бетонная, обмазочная. И сейчас ведутся дренажные работы вокруг дома. И давайте сейчас расскажем принцип выбора дренажной системы, по каким принципам вы его выбрали. Друзья, значит, до того, как начинать строительство, мы здесь изучили грунты, делали геологию, если говорить простыми словами. Исходя из вот этих вот данных, то, что у нас дали геологи нам, на участке, на пятне застройки обнаружена вода на глубине метр пятьдесят. Это на дату, на июнь месяц. Вы представьте, вот весной, в период интенсивного вот этого снеготаяния, сколько воды накапливается, если даже на июнь месяц метр пятьдесят стоит вода. Вот. А также вот эти показатели, до какого уровня она может подняться, у нас показывает геология. Они исследуют грунты, все вот это водонасыщает. Но этот процесс я не буду рассказывать, потому что самое главное, вот эти данные, то, что они дают окончательный результат, заключение. Исходя из вот этих данных, исходя из заключения геологии, можно будет определить тип фундамента, да, какой делать, на какую глубину его закладывать, нужно ли на участке делать дренаж. Как раз вот все данные на этом есть. И, значит, систему дренажную мы выбрали по новой технологии, друзья. В качестве дренажных труб мы применяем новый вид дренажа, вот уже в готовом виде, дренаж без щебня называется. Как видите, внутри заложена гофрированная труба с перфорацией. Труба является по характеристикам SN4, то есть на один погонный метр можно нагружать четыре куба, а один куб. То есть, да, четыре куба максимально грунта, в зависимости, конечно, от плотности грунта, да, тоже надо смотреть по данным. Это, то есть, до глубины двух метров можно его смело использовать. У нас как раз дренаж на глубине полтора метра, где держатся грунтовые воды. Мы таким способом его будем отводить вокруг дома. Значит, внутри здесь идут еще гранулы из пенополистирола плотности 50, фракциями 20-30 миллиметров. То есть, эти гранулы позволяют воде впитываться и уходить через дренажную трубу. Геотекстиль у нас закрывается это все геотекстилем плотности 150, а также нам пригодится вот такая вот труба. Друзья, значит, изготовление колодцев у нас происходит таким образом. Измеряем 30-40 сантиметров до оси отверстия на трубе и сверлим вот таким вот оборудованием коронкой. 121 миллиметр, коронка по металлу. Она сверлится элементарно и просто. Высверлили отверстие. Одевается, значит, на вот это отверстие такая манжета резиновая для канализационных труб 110 диаметра. Надели манжету, промазали маслом, да, для того, чтобы труба, отвод удлиненный, мог плотно зайти. После чего 110-й отвод надеваем плотно в это отверстие. То есть у нас, видите, да, нигде никаких дырок, отверстий не остается. Сидит плотно. И на каждой стороне, где соединяется труба, делаем все в таком же виде. После чего под днище этой трубы сыпем сантиметров 15-20 гравия, либо щебня, да, для того, чтобы труба не утонула и ушла вниз от промывания воды. Ставим, стелим щебень и укладываем на него эту трубу. По стоимости такая труба, вот, гофрированная, да, 315 диаметра, если у нас покупать, то он стоит 1750 рублей погонный метр. Для начала, от колодца до колодца соединяем всю трассу между собой, готовим. Спускаем его в траншею. И таким образом, да, вот видишь, вся трасса уже готовая, соединена на местах соединения отводами и замотана, закреплены скотчем. Дополнительные затраты на дренаже, вот, у нас метр пятьдесят здесь выкопано. У нас мы вызвали экскаватор, у нас экскаватор взял за погонный метр 100 рублей. Не знаю, у кого сколько берет, но у нас за погонный метр вырывания грунта взяли 100 рублей. Это получается ширину 40 в глубину метр, начиная от метра до метр пятидесяти. Вот и все затраты на дренаж. А, то есть еще сверху будет сыпаться песком. Желательно крупнозернистым речным песком. И сюда еще уйдет три, ну, две машины по 15 тонн самосвала. Вот и все затраты на... А, нет, еще есть крышки. Пойдем туда. Стоимость дренажной системы без щебня. Один погонный метр у нас стоит 600 рублей. Вот и вам в целом дренажная система. Два метра колодец, каждый метр 1750. Трасса водоотведения, да, дренажная труба. 600 рублей погонный метр. И дренаж готов. В конце колодец закрывается вот такой вот полимерной крышкой. Специальный. Как раз для такой трубы. Он у нас стоит 650 рублей за одну штуку. В принципе, вот и все расценки на дренаж. Можете сами скомплектовать, заказать. Если у вас там где-то стоит вода, стоит в подвале, заходит в подвал вода, можете к нам обратиться. Мы решим ваши проблемы все. У нас все материалы есть, как видите. Да, вот и трубы, и крышки есть, и дренаж без щебня есть, и скотчи, и коронки. Все необходимые абсолютно материалы есть. И песок крупнозернистый, речной. Все сделаем в лучшем виде. Так что, друзья, ну еще такие нюансы. От фундамента, от края мы взяли метр двадцать до дренажа. Прокопали по периметру. Глубину здесь метр пятьдесят взяли. Там в конце уже метр семьдесят, метр восемьдесят уходит и уходит в овраг на сторону озера. То есть вот такие вот моменты. То, что мы здесь смонтировали после монтажа фундамента. Дальше закопаем обратно речным песком, крупнозернистым. Разровняем, затрамбуем и начнем уже укладывать кирпичную укладку. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, пишите комментарии. Где-то, может быть, увидите какие-то нюансы. Пишите ваши вопросы с удовольствием. Напишем, ответим. Если нужна система дренажная, приходите к нам, звоните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подписывайтесь на наш канал!